Сегодняшняя тема. При этом следует помнить, что его главная задача – разведение, то есть уменьшение концентрации химического вещества, а не нейтрализация. Прежде чем нейтрализовывать действие вещества, надо со стопроцентной достоверностью узнать его свойства. Ошибочная нейтрализация ожогов кислотой или щелочью, и даже промывание обычной водой может привести к возникновению реакций, осложняющих ситуацию. 1. Химические ожоги, как правило, глубокие, поэтому обязательно вызывайте скорую помощь. 2. Прежде чем приступить к оказанию первой помощи, защитите себя и пострадавшего от инфицирования, наденьте стерильные латексные перчатки или тщательно вымойте руки и продезинфицируйте их тем, что есть под рукой, спиртовой раствор, водка. 3. Если на тело попали жидкие химикаты, как можно быстрее и дольше обильно промывайте пораженную поверхность холодной проточной водой, кроме ожогов негашаной известью, фенолами, серной кислотой и другими веществами, вызывающими экзотермические реакции при контакте с водой. 4. Если это порошок, то перед промыванием удалите его с кожи. 5. При ожоге кислотой после обильного промывания обычной водой, промойте пораженное место раствором пищевой соды, при ожоге щелочью, слабым раствором лимонной кислоты. 6. Если химическое вещество попало и на одежду, как можно быстрее снимите ее. 7. Для снятия боли следует дать пострадавшему любое обезболивающее средство. При больших ожогах рекомендуется выпить 2-3 таблетки аспирина и одну димедрола. 10. По возможности до прибытия врача напоите пострадавшего горячим чаем, кофе или щелочной минеральной водой, 0,5-2 литра. 11. Обожженные поверхности закройте сухой стерильной повязкой или чистой тканью. При больших ожогах пострадавшего следует завернуть в чистую простыню и немедленно доставить в больницу. Ирина Донцова.